Добрый вечер, дорогие друзья! В данном видео хотел бы показать свою партию, сыгранную на ежегодном фестивале Moscow Open между мной, собственно, Петровым Никитой и кроссмейстером Сергеем Кливовым. Ну, почему я выбрал именно эту партию? Потому что мне показалось интересно показать типичные идеи из-за черных в данном дебютном варианте, который был разыгран в этой партии. Давайте обратимся к ходам. Е4 и Е6, ну, французская защита, которая является моим основным оружием против первого хода белых Е4 вот уже на протяжении нескольких лет. Д4 и Д5, конь С3. Ну, пара слов о самых первых ходах. Прошу прощения, если для кого-то это покажется банальным. Конь С3, на самом деле, главный теоретический ход. И, по мнению большинства сильных шахматистов, этот ход единственный, который позволяет белым рассчитывать на перевес против французской защиты. Разумеется, существуют и другие варианты. Е5, ЕД. На самом деле, безобидный, казалось бы, ход ЕД применял в конце 90-х годов Каспаров. Но, есть еще, конечно, ход конь Д2, но, все-таки, основным и самым опасным для черных признал ход конь С3. Слон Б4, вариант Винавера. Опять же, вариант Винавера является моим основным дебютным оружием. Е5, ну, все это главные теоретические ходы. На самом деле, главный вариант в этой позиции продолжается таким образом. Четвертый ход черных С5. А3, слом Б4, С3, ВС. Конь Е7, ФРЖ4, ФРС7. То есть, черные отдают весь, по сути, королевский фланг, но взамен рассчитывают на игру против белого короля и инициативу, которая неизбежно у них образуется, ввиду того, что белые теряют время на отбор материала. То есть, здесь, получается, достаточно острые позиции. Пожалуй, в них некоторый ТРС-таки принадлежит белым, но я, на самом деле, практически с самым шахматистом готов бороться в этой позиции со стороны черных. Так, а в данной партии я избрал другой вариант. Сыграл Конь Е7. Помимо всего прочего, ход Конь Е7 связан с небольшой любопытной ловушкой. Дело в том, что напрашивающийся ход ФРЖ4 в данной позиции довольно слаб. Ввиду того, что черные могут ответить С5, если белые попытаются перейти к основным позициям из предыдущего варианта, пойти А3, то черные, конечно, не будут меняться на Ц3, а пойдут ФРЗ5. Тут, на самом деле, довольно много теории, но одно ясно, что за ТРС в этой позиции могут бороться только черные. Конечно, белок не может устроить подобный итог дебюта, и поэтому мой титулованный соперник избрал более сильный основной пятый ход А3. Слон бьет С3, вынуждено БЦ. И вот тут выясняется еще одна идея раннего хода Конь Е7. Черные не играют С5, после чего игра свелась бы к основным продолжениям, а играют Б6. Тут надо сделать, опять же, небольшое лирическое отступление. Главный недостаток игры за черных в различных французских структурах с блокированным центром, это то, что их слону на С8 зачастую тяжело найти работу. Он ограничен собственными пешками, расположенными по белым полям в центре. Поэтому черные всегда при любом удобном случае чрезвычайно рады поменять своего слона на С8 на любую фигуру белых, в особенности на сильного белопольника на Ф1. Ну, собственно, с этой идеей размена слонов через поле А6, ход Б6 и делается. Однако, конечно же, есть и оборотная сторона медали. Черные тратят довольно много темпа в дебюте, и белые могут создать неприятное давление на храгерском фланге. Ну, скорее всего, белые все-таки сохраняют в этой позиции небольшой перевес, но позиции получаются чрезвычайно интересные, самобытные, и, что не было важно, изученные мной перед данной партией. Ну, последовало ферк G4, это основной ход, пешка G7 под напряжением, конь G6, H4. С угрозой H5 и отъема пешки на G7. Ну, казалось бы, напрашивающийся ход 2-0 на самом деле довольно слаб, не только потому, что черные ахируют под атаку, а еще потому, что они форсировано теряют материал. Следует H5, конь Е7, слон H6. Ну, пешка на G7 сразу набить слона нельзя. Мат на G7 угрожает. На ход G6 последует слон бьет РФ8 с лишним качеством. Ну, он оказался бессильный ход конь F5. Тут находится красивый тактический удар, слон бьет G7. Конь бьет G7, H6 и мат на G7 неизбежен. Таким образом, единственным нормальным способом для черных отразить угрозу коню и пешке G7 является ход H5. И вот тут перед белыми стоит довольно трудный выбор. У них есть два хода, Ферзь G3 и Ферзь D1, и хотя ход Ферзь G3 кажется более сильным, на самом деле я склоняюсь к тому мнению, что ход Ферзь D1 более гибкий. И играть против него тяжелее и неприятнее. Почему же так, спросите вы? А дело в том, что Ферзь на G3 имеет достаточно ограниченную сферу влияния. Ходом Ферзь G3 белые говорят соперник о том, что они намереваются играть только на королевском фланге и развивать инициативу там. Между прочим, ход Ферзь D1 несет в себе также и другие идеи. Например, Ферзь через D1 может отправиться на поле D3, проглядывая не только на королевский фланг, но также и на Ферзьевый. Ну и еще один немаловажный момент заключается в том, что после Ферзь D1 ну, давайте введем этот вариант. Да, пешка на H5 находится под боем, поэтому для черных запрещен флот короткая азеровка. Что, конечно же, неприятно. Ну, а в партии последовало все-таки Ферзь G3, слон А6. Вот, как я и говорил, черные хотят разменять белокольных слонов, но белые отказываются. Они играют конь Е2. Последовало С5. Конь Ф4, конь бьет Ф4. Тут небольшая такая ловушка, конечно, вот, условно, с которой никто не попадает. Она заключается в том, что казалось бы, сильный промежуточный ход Ферзь бьет G7 невозможен, потому что черные просто возвращают коня обратно. Так оказывается, что у них все фигуры защищены, и белые просто остаются без материала и без малейшей компенсации за него. Поэтому ход слон бьет Ф4 вынужден. И вот тут вот достаточно интересный момент. Видно, что пешка G7 под боем, и необходимо ее каким-то образом защищать. Ну, возможны три хода. Это КРФ8, ЛДЖ8 и Г6. Два из них достаточно неплохие, это ходы КРФ8 и ЛДЖ8. Хотя оба из них лишают черных возможности в будущем рокироваться. Но, тем не менее, эти ходы хорошие. А вот ход G6 весьма слаб. Давайте введем ход G6. Видно, что весь комплекс черных полей ослаблен, и это может крайне неблагоприятно сказаться на позиции черных в будущем. Поэтому я сыграл КРФ8. Вероятно, сильнейший вот этой позиции. Белый ответилец КРФ6, КРФ6, ФД3. Стратегические позиции черных очень хороши, однако, есть некоторые неудобства, связанные с тем, что король навсегда остался без рокировки, а координация фигур черных пока не налажена должным образом. ФРС8 сыграно было. И вот тут вот мой соперник применил типичный, но тем не менее, достаточно сильный перевод ладьи через Аштейна Ф3. Многие даже, возможно, сильные мастера сыграли бы в этой позиции 2-0. Между прочим, ход 2-0 значительно слабее, чем избранная в партии ладья Аштейна Ф3. Дело в том, что король белых на Е1 расположен достаточно неплохо. Кроме того, в некоторых вариантах он сохраняет возможность рокировки на ферзевый фланг. Кстати, что интересно, в партии так и случилось. Ну, во-вторых, что самое важное, ладья через Аштей переходит на Ф3, где она становится как раз напротив черного короля, оказывает на позицию соперника неприятное давление. Тем образом, это все объясняет то, что мой соперник выбрал именно ход ладья Аштей. Психологически выдерживать ладью на Ф3, стоящую прямо напротив собственного короля, достаточно неприятно, и поэтому я поспешил разменять ферзей. Однако, есть вероятность, что простой ход конь Б8 с идеей перевести коня ближе к центру был на самом деле сильнее. Ну, однако же в партии была сыграна СД, СД, ферзь С4. Терзь бьет С4, ДС. Нетрудно заметить, что у черных образовался простой и ясный план перевести плохого коня СА6 на идеальную клетку Д5. Стой конь черных уже на С7, эта позиция была бы, пожалуй, оценивалась бы как минус-плюс столбик. Однако, шахматы, как известно, трагедия одного темпа, и вот в данном случае этот темп как раз и сказывается. Белый играет ладья С3, нападает на пешку С4. Защищать ее ходом Б5 не очень приятно, потому что после хода А4 белый разрывает пешечную цепочку. Позиция черных в этом случае тяжелая. В какой-то момент в этой позиции я даже рассматривал ход конь С7. Однако же решил, что компенсация за материал будет недостаточна. Все-таки после ладья БЦ4, конь Д5, слон Д2, одного сильного коня на Д5 недостаточно для того, чтобы компенсировать лишнюю пешку белых. К тому же, необходимо заметить, что у белых в дальнейшем будет идея упрать ладью с С4 и сыграть С2-С4, сбивая коня с этой хорошей позиции. Таким образом, я был выложен пойти ладья С8, и тут мой соперник делает еще один сильный ход. 3-0. После чего, опять же, черным не хватает всего лишь одного хода, чтобы наладить идеальную белопольную блокаду. Ну, конь С7 в данный момент невозможна из-за потери пешки С4, поэтому следует Б5. И, к сожалению, белые успевают прорваться в центре ходом Д5. Ну, ЕД, ладья бьет Д5 при настолько неразвитых фигурах, мне кажется, смерти подобно, поэтому конь С7 вынуждена. Д6, у белых образуется сильная защищенная проходная, конь Д5. Тем не менее, ресурсы обороны черных еще далеко не исчерпаны. Во-первых, у них достаточно сильное пешечное большинство на ферзьевом фланге. В-третьих, у них конь на Д5, который значительно превосходит слона белых на Ф4. То есть, в долгосрочной перспективе, возможно, что шансы черных на этой позиции даже выше. Тут произошел такой интересный момент. В этот момент я встал за... встал с доски и пошел прогуляться. В тот момент, когда я вернулся к столу, обнаружил, что сделан ход слон Ж5. И несколько десятков секунд, наверное, не мог понять, в чем дело. Потому что ладья оставлена под боем, но потом, разумеется, понял, что брать ладью нельзя, потому что следует Д7. И на ладья А8, прошу прощения, на ладья А8. Д8 ферзь. Ладья А5-Д8, ладья А5-Д8 с матом. Ну, и способ защититься от угрозы провода пешки ферзя не было. Поэтому ход король Е8 вынужден. Теперь Д7, понятное дело, нет. Ладья А5-3. Соперник создает еще одну очень интересную тактическую угрозу. Ну, он нападает на пешку Ф7 и на напрашивающийся способ ее защиты от ладья А8. У белых была очень красивый тактический ресурс. Если кто-нибудь желает, он может сейчас не смотреть на нотацию, расположенную в правом углу экрана. И потратить какое-то время на то, чтобы найти в этой позиции выигрывающую тактику за белых. Ну, а видео в этот момент желательно поставить на паузу. Правильный ход за белых это ладья бьет Д5, ЕД, Е6. Ну, у белых образуются красавицы проходные по шестой горизонтали. Бороться и терпеть их абсолютно невозможно. Ход ФЕ вынужден. Ну, и после ладья бьет Р8. Король бьет Р8, Д7. Ладья А8, Д8 ферзь. Ладья бьет Д8, слон бьет Д8. Несмотря на то, что у черных две пешки за фигура, их позиция абсолютно безнадежна. Таким образом, ход ладья Ф8 невозможен. И я избрал единственное другое продолжение, которое было в какой-то степени осмысленно. Пошел А5. Черные хотят использовать то, что на ферзь на фланге у них есть некоторые атакующие возможности. И вот в этот момент соперник предпочел разменять один вид преимущества, ну, то есть защищенную проходную пешку на другой, то есть на материальный перевес. Он сыграл Д7, король Д7, ладья бьет Р7, король С6, ладья бьет Ж7. То есть, казалось бы, в этой позиции у белок лишняя пешка, ладья на седьмой и жизнь прекрасна. Но, на самом деле, я думаю, что объективная оценка этой позиции это динамическое равновесие. К тому же, необходимо заметить, что к этому моменту в партии было сделано 26 ходов, а контроль времени и прибавление 30 минут происходило в этом турнире на 40-м ходу. И в этот момент оба соперника находились, в общем-то, в достаточно сильном цейтноте. А известно, что в цейтноте, ну и, например, в Блейд, значительно легче атаковать, чем защищаться. Ну, поэтому партия, в общем-то, подтвердила справедливость этого тезиса. Была сыграна Б4, король Б2, ладья Ашев 8. Ну, держи, ладья Ашев 8, это, на самом деле, достаточно тонкий ход. Пешка на Ф2 под боем, и белые вынуждаются к ходу Ф3. Ход Ф3 окажется для черных чрезвычайно полезен в недалеком будущем. Ну, через несколько ходов я объясню, в чем тут, собственно, дело. Была сыграна Ф3, Ц3, король А2, БА, король А3, ладья Б8. Ну, и вот, стой пешка на Ф2 белых, а ладья черных на Ашев 8. В этой позиции белые защищались достаточно успешно, ходом слон Е3. После чего черные поля вокруг короля были бы вырезаны. И ходом ладья А7, ладья А6 белые создавали бы сильную контр... А в партии подобного ресурса они оказались лишены. Последовала ладья А7, ладья Б2, ладья А5. Ну, на короткий миг у белых даже две лишние пешки, но их позиция уже на самом деле близка к проиграну. Последовала ладья Ф на Б8, но видно, что белый король в клетке, и ему тяжело. Однако прямая идея конь Б4 в данной позиции пока еще не проходила. В первую очередь, потому что белые могли просто защитить пешку на С2, и матровых угроз сразу создать не получается. Поэтому на Ж4 я ответил ладья Б2, с сильной угрозой ладья Б на Б2, и матровые атакой. Поэтому слон С1 более-менее вынужден. Ладья Б1, ладья А6, король Б5, ладья Б6. На какой-то момент может показаться, что белые выкрутились, однако, как это часто бывает в атакующих позициях, черных выручает практический ресурс. Они бьют на С1, и на заранее запланированное моим соперником ладья Б5. Простите, следует... ладья Б5, следует король С4. Ладья на Д5 под боем, также угрожает ладья А1 мат. Никакой защиты нет, белые вынуждены отдавать материал, и оказываются в абсолютно безнадежной позиции после этого. Поэтому в партии вместо ладья Б5 последовало. Ладья Б1, ладья Б1, ладья Б1, черные остались с лишним конем и лучшей позиции. Но еще последовало. Король Б3, ладья Б1, король С2, ладья Б2, король С1, конь Б4. Но видно, что номер хода черных 40, таким образом, на моих часах в этот момент прибавилось 30 минут. Ну и видно, что черные либо проводят пешку в ферзи, либо просто-напросто матуют. Поэтому в данной позиции мой собернинг сдался. Надо сказать, что эта победа, в общем-то, прибавила мне уверенности в силах собственных в том турнире. И в итоге этот турнир получился на данный момент лучше в моей корее. То есть удалось выполнить балл международного гроссмейстера. Ну, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось данное видео, данная партия.